Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Очень приятно с вами встретиться. Я вижу многих соратников, которых я давно очень много знаю. Более того, сегодня у нас есть приглашенный гость. Это соратник нас всех. Это лидер русской весны Павел Юрьевич Губарин. Аплодисменты Я уверен, что будущий год будет годом роста нашей организации. Для того, чтобы мы не повторяли тех ошибок, нам выходить нужно единым фронтом, нам нужно выходить монолитной организацией, чтобы в будущем году все наши усилия были сосредоточены в огне, а никак не на решение внутри организационных вопросов. В этой связи, конечно, хотелось бы с вами вместе поговорить те векторы, которые необходимо нам задать сегодня, которые необходимо задать путем корректировки данного курса, путем анализа того, что произошло за год, для того, чтобы этот уверенный, я думаю, в каждом глаза смотрю человек, он поговорил, что в кулуарах, и все говорят об одном, нам необходимо усиляться. Так вот, это усиление должно сопровождаться вот как-то изменениями каждого из нас. Я хотел подчеркнуть, что неактуальна политическая борьба, потому что политическая борьба в условиях несоргированного украинской обществе, украинской нации слишком ранее начали политическую борьбу. И в этой связи нам необходимо подчеркнуть, что сейчас актуальность не политической борьбы, сейчас актуальность формирования общности. Общности Донецкой Народной Республики, общности Новороссии. Нам необходимо сформировать те связи, которые позволят нам отличаться неформально, не по каким-то удостоверениям. Нам необходимо сформироваться ментально, потому что мы говорили, что мы действительно отдельная общность, которая вспоминает свою юридичность. Поэтому в этом смысле работа каждого из нас, вопрос актуализации личностной этики, Вот это необходимо нам всем вместе переосмыслить, для того, чтобы каждый из нас мог говорить о том, что он лично пережил и как он лично осознал необходимость изменить. В этой связи хотелось бы сказать, что часто задается вопрос, почему не политическая организация. Ответ, во-первых, в том, что только что сказал, второе, хотел бы подчеркнуть, что мы стремимся к тому, чтобы наша общественная организация стала многоцелевой структурой. Структурой, которая объединялась не только вокруг каких-то политических интриг или политической деятельности, которая бы включала все. Вот сегодняшние доклады, которые будут презентованы вам, они в том числе подчеркивают, что мы сосредоточимся и на социальных проектах. Мы актуализировали вопросы правозащитной деятельности. То есть мы не политической организации, мы многоцелевая организация, в цели которой спрямовать костяк. Эту будущее перерастет в нечто большее, нежели просто организация. Он перерастет в сообщество, он перерастет, я надеюсь, в народного родства. Вот это степительное слово, которое я хотел бы продолжить тем, что во многое наша организация, ну вот так сложилась, знаменита на республику. И в основной повестке она была представлена прежде всего депутатским корпусом. То есть мы год, как имеем представительство в Народном Совете, год, как общественники, активисты, люди, которые с самого начала русской весны так или иначе облачали свою мечту, было принято решение в год назад перейти в политическую плоскость и продолжить дополнительный инструментарий работать в политической плоскости. Поэтому хотелось бы начать наш отчет именно с деятельности депутатского корпуса. Как вы знаете, наш фото в Народном Совете принципиального депутата на сегодняшний момент чуть меньше, потому что происходит ротация. Но тем не менее, даже те, которые были с нами на протяжении этого года и которые выбыли из состава Народного Совета, они все были в одной команде. И это результат наш, общий результат нашей деятельности. Поэтому мы все хотели бы начать именно с отчета о работе фракции. Позвольте себе сказать, что активная работа на законопроект не ведется депутатами в профильных комитетах и временных комиссиях. Для подготовки проектов закона о постановлении в Народном Совете создано 16 профильных комитетов. Мы присутствуем в 15 из них. Более того, 5 из которых воздавляют депутаты фракции именно с Валом и Народном Совете. Все здесь сегодня присутствуют. 7 депутатов фракции являются заместительными в председателе профильного комитета. Мы, в том числе, я. В своей работе комитет активно сотрудничает с Министерством и Медовственными учреждениями. Я хотел бы сказать, что несмотря на то, что мы не имеем большинства в парламенте, ну вот даже коллеги отмечают о том, что, интересно, наиболее активная часть этого парламента, более того, мы стремимся к наукоемкости и обратной связи в нашей деятельности. Мы не знаем готовых решений, мы опираемся лишь на поддержку людей. И воспрошание, и интерактив – это основа нашей деятельности. Мы всегда говорим, что это решение не наше. Это решение, как минимум, множества людей, которые прорабатывали данную тематику. За прошедший период депутаты и члены фракции внесли на рассмотрение Народного Совета 40 законопроектов, 12 из которых уже приняты и получили статус Закона Донецкой Народной Республики. Законопроекты, подготовленные депутатами и членами фракции, относятся к различным сферам правово-имонимования. Некоторые направлены в юридическое совершенствование республиканского законодательства, другие являются новелами законодательства Донецкой Народной Республики. По своему опыту, помнен, сколько многострадальным был законодательство Донецкой Народной Республики, и очень многие из нашей фракции, очень многие наши соратники посвятили этому, можно сказать, долгие месяцы тяжелой и тропотливой работы. И во многом именно адвокатура, процесс ее восстановления работы, это является как раз и службами тех людей, которые с нами вместе в одной организации. Далее. Одним и так же из новелл, который был поднан нашими соратниками, это закон о статусе участника народного ополчения. И все эти депутаты перепроданы в мире, которые сами являются военным человеком, которые на слишком знают данную проблематику. Этот закон не имеет аналогов с исключительным обстоятельствами, послужившими основаниями для его разработки. Действительно, мы народное ополчение Донбасса благодарны тому, что многие люди взяли оружие, умея не умею воевать. И теперь необходимо закрепить их статус, отдать дань тем людям, благодаря которым давно мы сегодня можете собираться и свободно говорить о наших идеалах и наших веждениях. В законе определяют правые обязанности ополченцев, которые подразделяются на права и обязанности военные, мирное время. Вот он на финальной стадии. Нам необходимо до работы с исполнителями власти, для того, чтобы посчитать ополченцев, изобличение Минфина получить. Тогда мы можем сказать, что наши усилия так или иначе завершатся благоприятным по исходам. Вот многострадальный закон об отпусках. Вот здесь Вячеслав Владимирович сидит, который также принимал участие, Екатерина Павленко. То есть мы говорим о социальных проектах, мы говорим о социальной защите, это ЖМ и Минжно-Закотворческом уровне. Мы методируем данную тему. Поэтому данный проект во многом разработан благодаря усилиям депутатов именно нашей фракции. В то же время, кроме законотворческой работы, иногда бывает такая ситуация, когда на приемах спрашивают, может, люди у вас спрашивают, что депутаты занимаются. Депутаты занимаются, кроме законотворчества, еще и депутатским контролем, что написано в Конституции. И мы вместе с вами, буквально недавно была конференция у нас в Ждановке, люди говорят, какие у нас полномочия. Но у всех у нас есть полномочия граждан Донецкой народной республики. И декларируемое народовластие должно осуществляться через контроль и наших активистов, и депутатского корпуса. Так вот, мир депутатского контроля, поднятие проблематики, подталкивание иступных органов к исполнителям органовласти, осуществление своей деятельности, это в том числе наши задачи, и, поверьте, в этом смысле. В этой связи проработаны наши фракции, в том, что у нас есть много механизмов, и есть конкретные результаты. Более того, для того, чтобы еще раз подчеркнуть, чтобы наша депутатская деятельность была не в отреле от наших соратников, поэтому мы и говорим о том, что нам необходимо больше общаться с людьми. Все вы знаете, мы запустили электронный канал коммуникации, который позволяет систематизировать и обобщить наши проблемы. Более того, у нас есть постоянно действующие общественные приемы, уже согласовано открытие общественных приемных по всем городам общественного движения «Свободный Донбасс». То есть я говорю о том, что хотелось бы, чтобы наша организация базировалась на принципе все друг друга знаем, все друг с другом разговариваем, и все доставляем плечо. Наверное, вот это позволит сформировать то доверие, которое позволит нам перерастить из формальной организации в подлинное сообщество. Ну вот, собственно, тот доклад, с которого хотелось бы начать нашу учебную конференцию. Хотел бы сказать, что все докладчики, которые сегодня будут говорить, будут так или иначе нас подводить к одной и той же мысли. Нам необходимо расти, нам необходимо больше увлекать людей, потому что тот принцип народовласти, который мы задекорировали, это принцип, ради которого стоит бороться, или нужно бороться. Никогда чиновник не будет служить интересам народа. Поэтому только народовластие, как понятие вовлеченности всех в процесс, это позволит нам не мечтать о народовластие, а подлинное его осуществление. Поэтому все люди активные, вот я говорю, задача быть именно активной организацией, то есть маленькая фракция, но активная фракция. Не многочисленная организация, но активная организация. Вот эта вовлеченность, кооптированность граждан и позволит нам говорить о том, что декларированные цели народовластия полноценно могут осуществиться.